Сбербанк Со Сбербанком случилось страшное. В розыске находится дама по фамилии Ракова, одна из топ-менеджеров Сбербанка, два топ-менеджера задержаны. Смехотворная претензия о растрате 50 миллионов российских рублей, бюджетных ассигнований, которые куда-то там делись. Для масштабов Сбербанка 50 миллионов рублей – это вообще ничто. Это то, что Герман Греф может вынуть из заднего кармана. А к чему все это? Почему все дошло до краха? Не так просто в этом разобраться, если не знать предысторию. Дело в том, что совсем недавно, или относительно недавно, у Сбербанка был выкуплен контрольный пакет стоимостью в 1 триллион рублей. Ну, примерно там столько заплатило российское государство из бюджета для того, чтобы Сбербанк числить за собой. Хотя, по факту, все банки и все так называемые госкорпорации управляются частным образом и служат частным интересом, а вовсе не интересом народным, государственным, национальным. Сбербанк вообще был украден у страны путем приватизации. Достался в руки нескольким людям, которые получили за даром самую большую сеть сберказ, то есть помещений и налаженных отношений с людьми, которые привыкли ходить в эти офисы, которые стали офисами Сбербанка. Это было просто украдено и все. То есть, логично было бы Сбербанк национализировать и сделать государственным. Зачем это было сделано? Кому это было нужно потратить колоссальные деньги? Представьте себе, что это миллион миллионов. Это немыслимые, не укладывающиеся в голову деньги, которые... Ну, даже трудно себе представить. Я так прикинул, что на эти деньги можно построить такой небольшой городок численностью в 100 тысяч человек. Ну, может, чуть меньше, но 50 тысяч человек, хорошо. Вот такой город можно было бы построить с жильем и инфраструктурой на эти деньги. Кому нужно было выплачивать такие колоссальные деньги? Конечно, эти деньги были выплачены не для того, чтобы принести какую-то пользу нашей стране, а лично Грефу под его проект. Что у него за проект был? Тоже все могут в этом убедиться. По той рекламе, которая демонстрируется по телевидению. И вы видите, что Сбербанк стал Сбером. И целая куча разных проектов существует и отражена в рекламной продукции. Мы видим там и доставку продукции, продуктов, и доставку медикаментов, и аптека, и много чего еще там. Всякого я особенно не смотрю и не записываю. Но этих бизнесов на вот тот самый триллион Герман Греф скупил множество. И, собственно, это было единственной его концепцией превращения Сбербанка в такую суперкорпорацию. Еще немножко до этого у него была сформирована концепция по такому превращению соединения банковских и информационных технологий. Причем банковские технологии предполагались как мошеннические они в России таковыми являются. То есть помимо того, что это банк, это еще и группа мошенников, которые не всегда, конечно, воруют, а в удобных случаях обязательно. И вот к Сбербанку пристроена еще такая мошенническая корпорация. Я думаю, что ни один из тех, кто имеет счет или карточку Сбербанка, и из тех, кто сейчас смотрит этот видеоролик, не обошелся без того, чтобы ему позвонили мошенники из Сбербанка. Спросив его, переводил ли он деньги вчера там, или менял ли он личные данные и так далее. То есть попытка захватить те денежные ресурсы, которые лежат у вас в Сбербанке, коснули всех до одного, потому что вся база данных Сбербанка по его клиентам не просто утекла, а целиком передана в руки мошенников. И я не сомневаюсь, что эта компания мошенников ассоциирована с руководством Сбербанка. Просто банковская деятельность и мошенническая деятельность соединены вместе, здесь нет никакого противоречия. Просто мошенничество в крупном масштабе – это использование бюджетных денег. Закачали громадные деньги, потом раздали их под проценты, потом проценты собрали, потом кого-то спровоцировали на то, что вовремя деньги не возвращены, поэтому с него востребовали еще больше и так далее. Вот эта мошенническая процедура являлась до сих пор основной. У Германа Греба родилась концепция, он о каждом человеке должен знать все и в соответствии с этим знанием, о любом не только клиенте, но и потенциальном клиенте. И в соответствии с этим знанием мошеннически манипулировать его жизненными установками и навязывать ему определенные услуги, товары. А поскольку вы знаете все детали, то соответственным образом можно разработать и технологии обмана. Конечно, это все подается в ином ключе, и это никто не называет вокруг Германа Грефа и его ближайшие партнеры по так называемому воровскому бизнесу. Не называют, конечно, это мошенничеством, но это по факту было именно мошенничеством. Сбор личных данных в интересах узкой группы лиц. Это ему было позволено, и на это указывает вот это ассигнование в триллион рублей, которое выдано было ему под соединение банковских и информационных технологий. А возникла у него эта идея после посещения штаб-квартиры Google. Он там примерно так же, как Медведев, истек слюной, получив в руки новенький смартфон, сверхновую версию. Этот вот тоже ему что-то там показали. Как всегда, полный невежда. Сбор сильно изумляется какой-то новизне, которую ему еще и подают, тоже рассматривая его как объект манипуляции. Вот он стал таким объектом манипуляции, поскольку человек не имеет взрослого интеллекта и взрослой структуры личности. Поэтому воздействие на него было оказано, он превратился в тоже манипулируемую фигуру и начал переделывать свой банк, Сбербанк, в компанию Сбер. Вот все, что ему пришло в голову, его вот этим менеджерам, которые сейчас арестованы тоже, если на них посмотреть, это такие же инфантилы, как и Герман Греф. Это скупить тот бизнес, который можно как-то информатизировать и влить деньги в рекламу. Вот все, что они, в принципе, мысль о том, что создать такую суперинформированную корпорацию, ну, она не нова, и в ней нет ничего такого, что можно было бы назвать каким-то ноу-хау. Вот эти люди не поняли сложности задачи, поэтому предприняли самые примитивные решения. Мне довелось где-то порядка полутора лет очень плотно работать над тем, чтобы была создана программа по информатизации бизнеса небольшой компании. И я представляю себе, насколько сложно создать такую систему, такую программу. Она должна бесперерывно совершенствоваться и должно пройти немало лет для того, чтобы такая программа действительно эффективно работала. И она должна все время совершенствоваться, потому что и условия меняются, и надо в нее загружать колоссальные объемы данных. Эти люди, конечно, не постарались добиться вот этого результата, потому что это результат длительной работы, может быть, понадобилось бы 10 лет. А у них уже, вот у этих инфантилов, которые не способны к стратегическому мышлению, уже затребовали результаты. А где наш триллион рублей? Мы вам дали триллион рублей где? Ну, кроме как развести руками, они ничего не смогли, поэтому те, кто выделил вот эти деньги, решили, что их обманули. И поэтому мы сейчас получили те репрессии, которые вылились в колоссальные издержки для Сбербанка. И я думаю, что карьера Германа Грефа на этом закончилась. Скорее всего, он в ближайшее время потеряет свою должность. То есть, впрочем, он как инфантил, удобен, как тоже такой объект критики, его можно оставить, а реальное управление перейдет к каким-то другим людям. Собственно, Греф и не способен управлять ничем вообще. Мне довелось его видеть в Государственной Думе, как он выступал в роли министра экономического развития. Ни малейшего представления о том, что такое экономика и как она развивается, каковы условия развития у него не было. И вел он себя на трибуне как мальчишка. Каковым он и остался. Уже посидел, постарел. И 15 лет назад он был мальчишкой, и сейчас остается им же. И по этой же причине несколько позже вылетели у него изо рта и обошли все информационные каналы. И слова о том, что ну как, зачем же давать народу знание о том, кто он есть и что ему надо. Тогда как же им управлять. То есть ложь закладывается, ложь, обман, мошенничество закладывается. Саму схему управления вот такими наивными людьми, такими как Шура Балаганов, незабвенный герой книги «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, который чисто машинально, имея в кармане большую сумму денег, украл кошелек там где-то в автобусе, вытащил его, его тут же задержали и понятно, куда сопроводили. Вот Греф это, конечно, давно надо было так же сопроводить, но режим набирает свою кадровую команду как раз из вот таких инфантилов. Посмотрите на Кириенко, который тоже уже облысел, превратился в такую тряпку, я бы сказал, но не перестал быть инфантилом, каковым он и был, как его тогда назвали, киндер-сюрприз. На него списали тогда дефолт, заранее организованный, тоже мошенническая операция была масштабнейшая. Посмотрите там чуть по сторонам вот сейчас, посмотрите на этих министров, там, я не знаю, Лавров, например, он уже совсем старый, но тупой просто вот как пробка и инфантилен до предела. Или кагорту, которая пришла в 90-е годы, Чубайс этот, как бы, несозревшая абсолютно личность, злобный такой, злобный ребенок. Вот, или Борис Немцов, которого вот так боготворят либералы, потому что его застрелили, но до этого он был первым вице-премьером и, ну, почти уже официальным наследником Ельцинского престола. В последний момент как-то вот он, видимо, тоже какие-то вот конкуренции между инфантилами происходило, и он эту конкуренцию не выдержал, поэтому сильно озлобился и очень сильно ругался, так сильно, что где-то намекнули, что пора его прикончить, и прямо, можно сказать, почти под стенами Кремля пристрелили. Ну, тоже совершенно инфантильная личность, то есть раньше, скажем, там, большевистская когорта набиралась из инфантилов, которые называли простые люди, как бы из простых людей, не имеющих образования, не имеющих предшествующих поколений, на которых опирается определенный нравственный потенциал личности. И здесь примерно то же самое, здесь не смотрели на пролетарское происхождение, а смотрели по факту, вот недоделанная личность, она как раз оказалась самой удобной, поскольку самой бесстыдной. И вот такие личности проникли во власть, и теперь мы за это расплачиваемся, и там вот манипулируют этими триллионами рублей туда-сюда, и меж собой разбираются, кто должен, кто и кому должен вот эти деньги, которые из наших карманов вынуты, они меж собой их перераспределяют, и каждый считает эти деньги своими. Ну, и, наконец, сам Путин, это же действительно инфантильная личность, там ничего нет, там ни образования, ни нравственного потенциала, ни какой-то природной разумности, ничего нет. И сейчас вопрос, ну и что же будет со Сбербанком? Да, в общем-то, нам все равно, что с ним будет, ровно такие же банки есть, рухнет Сбербанк, там останется ВТБ, люди перейдут туда, главное, что Сбербанк, пока нами правят инфантилы, будет оставаться частным, этот триллион украден и уже никогда не вернется, ну, будут какие-то кадровые перестановки. Но нам интересно совершенно другое, нам важно понять, что от инфантилов надо избавляться, от них никакой пользы, кроме вреда. И что касается главы государства, то им должен быть не самый умный, самый лучший, самый честный, таким прикинуться может любой. Можно, как говорится, обезьяну так приукрасить предвыборной пропаганде, что она покажется вот именно самой умной, самой честной. А нужен обычный человек, среднеобразованный, среднеразумный, среднеумный, но зрелая личность, зрелая личность, у которой все в норме. В норме не сверхличность, а обычная личность. Вот я и призываю подумать о том, что времена эти приближаются, когда нам будут снова навязывать какого-то инфантила, будут его раскрашивать героическими красками. Нам нужно смотреть, насколько зрел этот человек. Есть несколько параметров, по которым каждый зрелый человек угадает зрелого человека и изобличит инфантила. Я не сомневаюсь, что нам будут снова навязывать инфантила, а нам нужно поддерживать, если будет на выборах или каким-то другим образом претендовать на власть другой человек, более зрелый, чем вся эта путинская и ельцинская когорта, то его мы и должны разными способами поддержать. Информационно, морально, материально, какие есть ресурсы у кого. Таким образом нужно поддержать альтернативу разумных и зрелых людей против тупиц и инфантилов. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!